Снегирь Из-за этой самой птицы я ревел четыре дня, думал, мама согласится, будет птица у меня. Но у мамы есть привычка, отвечать всегда не то. Говорю ей про птичку, а она мне про пальто, что в карманах по дыре, что держусь я во дворе, что поэтому я должен позабыть о Снегире. Я ходил за мамой следом, поджидал ее в дверях, я нарочно за обедом говорил о Снегирях. Было сухо, но галоши я послушно надевал. До того я был хорошим, сам себя не узнавал. Я почти не спорил с дедом, не вертелся за обедом. Я спасибо говорил, всех за все благодарил. Трудно было жить на свете. И, по правде говоря, я терпел мучения эти только ради Снегиря. Да чего же я старался? Я с девчонками не дрался. Как увижу я девчонку, погражу ей кулаком и скорее иду в сторонку, будто я с ней не знаком. Мама очень удивилась. Что с тобой? Скажи на милость. Может, ты у нас больной? Ты не дрался в выходной? И ответил я с тоской. Я теперь всегда такой. Добивался я упрямо. Повозился я не зря. Чудеса, чудеса, сказала мама. И купила Снегиря. Я принес его домой. Наконец, теперь он мой. Я кричал на всю квартиру. У меня Снегири живой. Я им буду любоваться. Будет петь он на заре. Может, снова можно драться завтра утром во дворе.